Высокая температура, затруднённое дыхание, сухой кашель, сильная боль в горле, головная боль, пневмония, зачастую исчезновение, обоняние и вкуса – так проявлял себя COVID-19 в первые годы пандемии. Как отметила директор Центра здоровья Басарабяска Наталья Арнаут, в тот период врачам было очень сложно работать с пациентами. Заболеваемость была очень высокая. Мы на госпитализацию отправляли только тяжёлые случаи, там, где были уже признаки пневмонии. Все остальные случаи мы проводили лечение амбулаторно на дому. Спектр лекарств, достаточно учитывая, что инфекция была ещё недостаточно изучена, не было определённого протокола сразу же, буквально изначально. Было очень много предложений. Противовирусное лечение, как таковых, их не было у нас на рынке. Все те препараты, которые мы считаем противовирусным, это иммуномодуляторы, они абсолютно никакой роли не играли в лечении этой инфекции. Очень часто выявлялись тромбозы, особенно тромбозы сосудов лёгких. И это имело осложнение. Они давали нам альвеолиты и так далее. Было очень сложно вести пациентов. Кроме того, по словам Натальи Арнаут, коронавирус имел системный характер и воздействовал не только на дыхательную систему, но и на центральную нервную систему, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Сегодня же заболевание протекает совершенно по-другому. Заболевание протекает намного проще, легче. Иногда, как обычная вирусная инфекция. Контагиозность всё-таки несколько меньше, чем в предыдущие годы. Но, тем не менее, мы всегда помним, что инфекция ковид – это инфекция ковид. Каково течение будет этого заболевания, мы тоже не знаем, потому что иногда бывает индивидуально, каждый по-разному переносит это заболевание. Бывают лица старшего возраста проходят очень легко, лица более молодого возраста доходят до пневмонии. Поэтому предсказать, как поведёт себя инфекция, сложно. Но если брать в расчёт общее состояние, то, конечно, намного проще и легче. Нет тромбозов, которые были раньше. В протоколах сейчас при лёгких формах инфекции ковида сняты антибиотики. Мы не назначаем антибиотикотерапию. Просто антибиотики, жаропонижающие препараты, отхаркивающие, если есть поражение дыхательной системы. Витаминотерапия. И изоляция на дому. Та форма инфекции ковид-19, которая была в первые годы пандемии, оставила свой след на здоровье людей, переболевших ею. Очень много проблем со стороны и дыхательной системы, и со стороны костной системы. Очень много патологий эндокринной системы. Поэтому, конечно, осложнения сейчас мы выявляем. Особенно, если это лица более старшего поколения. Жительница города Басарабяска Раиса Воронюк – одна из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Женщина заболела ковидом в 2022 году, но перенесла заболевание относительно легко. Те рассказы, которые я слышала от коллег и по телевизору, и от знакомых. Сама болезнь, потому что я протекала тяжело и долго, и потом ужасные последствия от нее. То в моей болезни был один день, сутки тяжелые, а потом еще неделя. Это я уже просто лечилась, я не имела права никуда выходить. Мы были в карантине, в строгом карантине, никто никуда не ходил. Но это уже была такая легкая температура, легкое недомогание, просто нахождение в карантине. Раиса Воронюк считает, что защититься от заражения в первые два года пандемии и затем перенести ковид в легкой форме ей помогли прививки. Я сделала три прививки. Как только начали первые прививки, я была в первых списках, потом вторую прививку, потом третью. И 2020-2021 годы, когда массово все болели, я ковидом не болела. Как отметила директор Центра здоровья Басарабяска Наталья Арнаут, вакцинация помогла многим избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции. Конечно, были люди, которые сложно переносили саму вакцину, естественно. Но сегодня любая вакцина, которая сегодня имеется в арсенале медицинских учреждений, любая вакцина может дать осложнение. Но я хочу вам сказать, что даже тот процент, который дал согласие на вакцинацию, это, наверное, конечно, сыграло свою роль. Потому что это помогло человечеству справиться, скажем так, может быть, еще не окончательно, но в какой-то степени мы справились с инфекцией ковид. Сейчас, по словам медика, желающих вакцинироваться крайне мало. По району Басарабяска прививки от ковид-19 поставили порядка 33% от общего числа населения. Продолжение следует...